Кадры с 1995 года. Милиционеры без церемоний несут гражданина дверям в отрезвителя. Там его ждет быстрый осмотр у фельдшера, затем отдых в прохладной комнате. А вот видео этого года. Бригада врачей пытается дотащить человека до машины скорой, чтобы отвезти в больницу. Из-за такого обращения с пациентом медиком пришлось уволиться. Первую и вторую съемку разделяют 20 лет. Сегодня пьяниц меньше не стало, но в их страданиях теперь виноваты люди в белых халатах. Типовая больница. Врачи из-за особенности проекта между собой такие называют гребенка. Их в Санкт-Петербурге три. При разработке проекта учитывалось, что сюда будут поступать 93% плановых больных и 7% по скорой. Сейчас цифры изменились с точностью до наоборот. А с 2011 года тогда закрыли в отрезвители, к ожидающим приемным покоем добавили пьяных. Ежедневно через эти узкие коридоры проходят около 300 человек. Однодесятая больных в невменяемом состоянии. Обычные пациенты с завистью смотрят на пьяных, которых сопровождает группа медиков. Без очереди и с почестями. Куда меня должны доставить? В веселом состоянии. Сегодняшний день это блок экзогенной интоксикации. И, к сожалению, путь, опять-таки, вот этих товарищей алкогольного объединения лежит мимо рентгеновского кабинета, мимо гинекологии, урологии. То есть гинекология, это могут быть и беременные женщины? Естественно. То есть пьяницу как по ковровой дорожке ведут в отделение? Да, да, да. Если он ходит, а так вывезен на каталке. А если не на каталке, это потом же обсуждение в прессе идет, они так доставили. Вотрезвитель конца прошлого века. Холодная комната, минимум удобств и белья. Проспался на выход. А это палата Елизаветинской больницы. Чистое белье и стерильные условия. К каждому больному, который сюда поступает, берется клинический анализ крови. Практически всем берется биохимический анализ. Итого в сумме где-то полторы тысячи рублей на него. Почти все поступают с травмами черепно-мозговыми. Делается компьютерная томография. Это еще три. Для окна спину. Осмотр высококлассных специалистов в пресс-курант не входит. Да и клиенты платить не собираются. У большинства пьяных медицинской страховки просто нет. Их было 20 человек сегодня за ночь. Неизвестный мужчина. 48 лет. А себе он сказал, что он Сережа. 48 лет. Ну при условии того, что он Сережа, и документов у него нет, значит вообще не оплачивается. Первый советский вытрезвитель открылся 14 ноября 1931 года. Он появился здесь, в Ленинграде, на улице Марата, в доме номер 79. Тогда в вытрезвителе находились ведения Народного комитета по здравоохранению. Но в 1940 году Лаврентий Берия своим приказом перевел их в распоряжение НКВД. Со временем надзор за пьяными перешел к милиции. Били, вытрезвитель, замели. Вытрезвитель стал одним из любимых сатирических объектов для кинематографистов. Где я? В санатории, где? К каждому РУВД был вытрезвитель. Но анализов там не делали. Из медицинской помощи только холодный душ. Из психологической, телега на работу, общественное порицание и лишение премии. Эта система была скорее не, чтобы помочь человеку, а так и карателы. Дмитрий Шагин не пьет больше 20 лет, но в памяти навсегда остались картины советских вытрезвителей. Я сам бывал в вытрезвителях много раз. Художника научили, чтобы не попасть в вытрезвитель, нужно снять один ботинок. С таким недокомплектом в милиции не смогут оформить бумаги. Когда они поняли, что не было, то есть ни комплект, второго ботинка нет, то меня зверски избили просто. Сломали несколько ревер, выкинули, просто так, мордой в сугроб. На этой картине художник запечатлел целый пласт жизни советского рабочего. В период получки или аванса, два раза в месяц такая цена наблюдалась. Люди шли из завода, прямо недалеко от завода они шли в такой ларек. Тут их всех и ввязали. Везли вытрезвители, отбирали все деньги полностью. Караулили и у ресторанов. Впрочем, гражданина могли забрать и прямо из бара. Тогда с пьяными особо не церемонились. А сегодня невменяемые граждане сами диктуют условия. И вот, допустим, больные из токси-бутерак, они приезжают, лежат пупсиками. Как только ты к нему приходишь, дотрагиваешь, он тут же вскакивает, то есть, ну, реакции бывают непредсказуемые. Ночью привозят сразу по нескольку человек. Из персонала врач и медсестра. Буйных привязывают. У нас больные, которые рвут вот эти вязки. Вот эти вот кровати, вот это вот сломано больными. Вписывайте, да? То есть тут вот... Не спасаешь ни к ребенке, ничего. Врачи говорят, что только 10% пьяных нужна медицинская помощь. Все равно не удастся полностью разделить потоки. Вот только пьяный или это пьяный с какой-то патологией. Поэтому такие пациенты будут попадать и в нашу больницу, и в другие больницы. Поэтому, ну, видимо, в городе должны существовать такие отделения. В Минздраве не оставляют надежд вернуть функции полиции. Министерство здравоохранения на протяжении последних полутора лет горячо проводит идею о необходимости возврата вытрезвителей, которые всегда были ранее в системе Министерства внутренних дел. Но полиция не стремится взять под свое крыло невменяемых подопечных. Единого решения, кому опекать пьяных граждан, еще нет. А пока в Елизаветинской больнице строят новое отделение скорой помощи. Там потоки пациентов будут разделены на входе. С инфарктами в одну дверь, с травмами в другую, беременным в третью. Для нетрезвых в проекте тоже нашлось место. Отделение на 12 поек. Врачи говорят, что если с больниц снимут функции вытрезвителя, то они найдут применение палати в новом современном приемном покое. Елена Болдышева, Пульс города.